В районном центре культуры и досуга состоялось очередное заседание общественной палаты Ленинского района. Главный вопрос, который стоял на повестке дня – преобразование муниципалитета в городской округ. Об основных плюсах нового административного деления общественникам подробно рассказал глава Ленинского района. Прежде всего, Валерий Венцель отметил, что в настоящее время поселения муниципалитета представляют из себя сложный конгломерат деревенских и сельских территорий и городских микрорайонов. Отсюда возникают сложности в распределении между ними ресурсов. Эту проблему призвано решить планируемое преобразование. Формат округа городского или муниципального – это формат единой власти, единого подхода к развитию территории, единого подхода к самому главному документу финансовому бюджету. Потому что неравномерность развития территории, она как раз таки и сказывается на самочувствии жителей, населения в целом, нашего муниципалитета. Второй плюс – значительная экономия бюджетных средств, которые можно пускать на развитие необходимых служб и подразделений по обслуживанию жителей. Мы хоть и говорим о высвобождении лишних бюджетных средств, мы сейчас считаем в районе 150 миллионов, дает мне финансовый управление, но я понимаю, что 150 миллионов – это чистая цифра. Но за ними еще есть желание, как и прежде, у нас это было при большом Ленинском муниципальном районе, чтобы у нас комбинат благоустройства работал, чтобы у нас дорожные службы работали, чтобы у нас управляющая компания полноценная была. Валерий Николаевич отметил, что при консолидированном бюджете существует возможность наращивать мощности и полноценно решать те или иные проблемы во всех поселениях. Городской округ позволит на территории каждого нынешнего поселения применить форму управления от имени городского округа. То есть, когда вопросы будут, как в МФЦ решаться, как, знаете, принцип одного окна, сразу же ответы получают от конечной инстанции, которая обладает теми или иными полномочиями, в рамках которых к ним обратились. В ходе встречи общественники задавали вопросы, касающиеся нюансов планируемого преобразования и получали исчерпывающие ответы. Впрочем, многие из них не понаслышке знают о жизни в соседних городских округах. По опыту работы, соответственно, со своими коллегами из других муниципалитетов, могу с полной уверенностью сказать, что тех муниципалитетов, которые с нами ограничат, это Подольск, это Веткарина, это Домодедово, они сказали, что уверены в твоей позиции, что преобразование позволило и решить много задач, которые было сложно, и, соответственно, привело к определенному положительному успеху. Также на собрании общественной палаты были подведены итоги проведенного второго гражданского форума Ленинского муниципального района и рассмотрены организационные вопросы, касающиеся деятельности палаты.